МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! В регионе завершается заготовка кормов. Наши корреспонденты поинтересовались, какие технологии сбора и хранения используют аграрии и в чем секрет высоких надоев. Дары осени по самым выгодным ценам. К продавцам на ярмарках выстраиваются очереди горожан. Заглянула туда и моя коллега Анна Корольчук. Тротуары в центре Гомеля меняют имидж. До конца октября выкладку вышиванки планируется завершить. Александр Говейк обсудил все подробности с представителем городского ЖКХ. Марш, бросок, стрельба и рукопашный бой. Сотрудники подразделений МВД прошли испытания на право ношения черного берета. Какой ценой оно дается, узнала Наталья Каприленко. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. В Гомельской области заготовлено более 80% запланированных объемов кормов. В этом году перед хозяйствами поставлена задача собрать в расчете на каждую так называемую условную голову не менее 32 центнеров. Хотя речь идет не только о количестве, но и качестве. Только имея сбалансированные и качественные корма, можно рассчитывать на эффективное животноводство. Наши корреспонденты поинтересовались текущей ситуацией и перспективами. Сегодня этот метод уборки травянистых кормов специалисты называют прогрессивной технологией. Используемая полимерная пленка позволяет в течение как минимум полутора лет стопроцентно сохранять не только все полезные свойства заготовленного, но даже цвет и запах травы. Правда, законсервировать таким образом весь урожай пока проблематично. Довольствие очень дорогое, но мы стараемся в самой ценной культуре вложить в стреч пленку. Более, как говорится, травы, которые смешанные, мы ложим в сенажные траншеи. Одна из проблем использования стреч-пленки связана с тем, что все рулоны необходимо вывести с поля и складировать в течение максимум трех дней. Потом начинается процесс брожения, и трогать рулоны нельзя будет как минимум месяц. Такая возможность есть не всегда и не у всех, а поэтому значительная часть кормов сегодня заготавливается в сенажных ямах. Минус такого способа хранения – потери до 10%. По сравнению с временами Советского Союза, когда к весне сгнивало до третьего урожая, это относительно немного. Однако сегодня хозяйства стремятся снизить и эту цифру. Кроме того, больше внимания уделяется использованию культур, о которых еще несколько лет назад говорили только с приставкой «экзотическое». В первую очередь речь о сорго, и, если быть более точным, сорго-суданском гибриде. Сорго-суданского гибрид, суданская трава – все эти культуры, которые можно использовать в настоящее время на нашей территории. Культуры характеризуются высокой продуктивностью, они долго не грубеют, они дают высокий урожай. Культуры, которые нужно сеять позже, чем другие культуры, основные используемые у нас традиционно в сельскохозяйственном производстве, и качество их на соответствующем уровне, позволяющим получать хорошую продукцию. Есть еще такие культуры, которые в настоящий момент малоизвестны. Это чумиза, это магар. Это тоже культуры, которые позволяют получать по 500 сантиметров с гектара, и в ближайшей перспективе можно их использовать. Единственная проблема – это семена. Но Институт земледелия работает над этим вопросом. Пока сорга в Гомельской области можно увидеть еще не в каждом хозяйстве. В агрокомбинате «Южный» считают, что это следствие неинформированности специалистов на местах. В хозяйстве этой культуры занимаются уже несколько лет и уверены в ее перспективности. При смешивании с кукурузой и травами получается полноценный сбалансированный корм. При том, что сорга неприхотлива и к почве, и к климатическим условиям. Мы находимся в пойме реки. Здесь мы убрали первый укос трав. В июне месяце мы это поле обработали и посеяли сорга. Даже когда июнь месяц был засушливый, данная культура, она не слишком требовательна к влаге. Пошли хорошие исходы. Сегодня мы получаем урожай, который не уступает самым высокорожайным культурам. Мы видим, что здесь сегодня посеявший в июне месяц, убираем мы в октябре. Данная культура еще зеленая, содержит много каротина, а также много содержится сахара. По итогам этого года в агрокомбинате «Южный» планируют получить от каждой коровы в среднем по 6100 кг молока. Таких результатов в хозяйстве не было никогда. А поэтому качеству кормов особое внимание. Правда, это не значит, что все необходимое для полноценного рациона буренок сельхозпредприятие будет выращивать само. В конце концов, это распыляет и силы, и средства. Речь о той же свекле. Хорошая замена для свеклы – это патока, которая из сахарной свеклы, которую мы также используем широко в кормлении скота. Мы больше занимаемся троринистыми кормами. В этом году перед хозяйствами Гомельской области поставлена задача заготовить в расчете на каждую так называемую условную голову не менее 32 центнеров кормов. Для достижения этой цифры используются все возможности. На многих полях теперь собирают по два урожая. После уборки рапса их засевают тем же просом. Через два с половиной месяца можно убирать. Кроме того, в этом году в ряде хозяйств небольшие площади отвели под сою. Пробуем, ну и мы пробуем, и члены, которые еще в хозяйстве тоже пробуют выращивать сою. Ну, как получается, да. В этом году попробовали. В принципе, неплохо. Посмотрим, как на следующий год будем планировать, не планировать. Выращивание сои может расширять. Будем посевы сои для собственного производства нам необходимы. По оперативной информации областельхозпроды, сегодня на Гомельщине заготовлено более 80% травянистых кормов. А поэтому сомнений в том, что задание будет выполнено, уже нет. При том, что в ряде хозяйств сегодня говорят о возможности перевыполнения первоначальных показателей. В конце концов, качественная корма – это еще и продукт, который можно выгодно продать. Есть такие в нескольких районах, у нас есть такие хозяйства, которые сейчас готовят, что называется, впрок. Более полуторагодичного запаса свои готовят, более 32 центнеров кормовых единиц. И будут продавать потом другим сельхозорганизациям, которые условно на сегодняшний день еще пока в отстающих. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программа продолжит обзор от службы информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельская область и итальянский регион Эмилия Романья изучат возможность реализации новых программ в сфере образования медицины. Об этом было заявлено перед встречей итальянской делегации с руководством Гомельского облсполкома. В составе делегации – руководители итальянских ассоциаций, работающих с Гомельской областью и Беларусью в целом, по ряду гуманитарных и социальных программ. В нашем регионе гости пробудут по 23 октября. За это время они посетят социальные и учреждения образования, здравоохранения, запланирован ряд встреч. Усиление взаимодействия советов различных уровней и более активное распространение наработанного опыта. В Мозырском районе прошел областной семинар по вопросам благоустройства населенных пунктов в год Малой Родины. В его работе приняли участие руководители исполнительной и распорядительной власти. На повестке дня – пути реализации указа президента о пустующих и ветхих домах. Еще одна актуальная проблема – бывшее здание социальной сферы в сельской местности – клубы, библиотеки, магазины. Сегодня в Гомельской области готовится список таких сооружений, которые будут подлежать сносу. На полигоне в Речицком районе прошел учебно-методический сбор сотрудниками следственных подразделений области. В мероприятиях по повышению уровня профессионального мастерства также принимали участие представители Государственного комитета судебных экспертиз, Гомельской пограничной группы, военной части 5525 и МЧС. Собравшимся продемонстрировали основные виды боеприпасов и взрывчатых веществ. Затем были взорваны тротиловые шашки. По глубине и размеру оставленных на земле воронок у следователей была возможность оценить, какой след оставляют взрывчатые вещества различной мощности. Взрывотехники военной части 5525 смоделировали ситуацию исполненного террористического акта с подрывом автомобиля. Следователи и эксперты смогли на практике отработать действия при расследовании подобных преступлений. Белорусское телевидение выходит на новый качественный уровень. В ноябре у жителей Гомельской области появится возможность принимать телевизионный HD-сигнал. Сейчас заканчивается тестирование оборудования. Сперва появится возможность получить в высоком разрешении каналы «Беларусь-2», «Беларусь-5», «ОНТ», «СТВ» и «Мир». Позже присоединятся «Беларусь-1» и «Беларусь-4». Тротуары в центральной части Гомеля оденут вышиванку. Новое покрытие укладывают по обе стороны центральной транспортной артерии Гомеля – улицы Советской. Благоустройство коснется участка от площади Ленина до площади Восстания. Масштабные работы сложно не заметить. Узор из плитки уже стал фоном для многочисленных фото, а также информационным поводом для десятков публикаций. О том, на какой стадии реализации яркий проект и куда пойдет снятая с центральных улиц города плитка – комментарий первого заместителя генерального директора Гомельского городского ЖКХ Сергея Былинского. Сергей Анатольевич, итак, не могу не спросить, не дает покоя многим жителям региона. Тротуарная плитка на центральных улицах города над Сожим доходит до смешного. Пишут даже о том, что в Гомеле по специальной в кавычках технологии укладывают ее аж в два слоя. Давайте расставим все точки над Эйв. Ну, начнем, как говорится, сначала, что в центральной части города, а именно на Советской, эта плитка уже лежит более, скажем так, порядка 20 лет. То есть после зимней эксплуатации пришла где-то в негодность, просела. Поэтому принято такое решение ее заменить на новую. Ну, что касается национального орнамента, так называемой вышиванки, концепция была заложена еще при реконструкции набережной. В прошлом году она закончилась. А также в этом году при открытии детской больницы улица Жарковского. Продолжилась там? Да, и решили продолжить в том же стиле одну из центральных частей города, улицу Советскую. Сергей Анатольевич, какой отрезок центральных улиц Гомеля планируется обличить в вышиванку? Ну, в настоящее время ведутся работы по улице Советской, от площади Ленина до площади Восстания, а также улицы Ланге и улицы Белецкого. Если говорить о Советской, то это расстояние где-то порядка полутора километров, километра 350 метров. С обеих сторон. Наверняка отслеживаете отзывы жителей региона, в том числе и в интернете. Много положительного? Ну, в основном, скажем так, положительные в основном комментарии. Людям нравится. Даже сам наблюдал, что вот молодые пары, молодежь фотографируются на фоне. То есть, в принципе, в целом населением оценивается положительно. Уж тем более туристами, я уверен, которые приезжают и в Гомель и Гомель. Я думаю, я думаю, да. И последнее, для скептиков, куда пойдет снятая плитка? Скажем так, успокоить всех, что никуда она не пропадет. Сейчас она сортируется. То, что пригодно для эксплуатации повторно свозится на коммунальное предприятие Гомельский дорожный трест. И потом в дальнейшем по заявкам будет отдаваться на администрации районов для благоустройства дворовых территорий, школ, детских садиков, коммунальных зон. Поэтому на усмотрение глав администрации района. То есть, по их заявке будет распределяться. И там, где это необходимо, будет заниматься. Благодарю за компетентный комментарий, успехов в делах и до встречи в эфире «Беларусь-4». Спасибо. Ярмарочный сезон в самом разгаре. На площадках региона уже прошло более 750 ярмарок, треть из которых – ярмарки выходного дня. И несмотря на большое количество супермаркетов, такой вид торговли сохраняет популярность. В чем заключается феномен ярмарок и за каким товаром спешат на них покупатели, узнала Анна Корольчук. Запастись продуктами на зиму, сделать выгодные покупки или просто встретиться с соседями и обсудить цены и ассортимент. Причины у всех разные, однако ясно одно – ярмарки выходного дня набирают популярность. При этом к торговле присоединяются не только фермеры и сельхозорганизации. Одной из самых популярных в этом сезоне стала ярмарка учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Их, кстати, в нашей области более 40. Торговые ряды растянулись по проспекту Победы от улицы Кирова до площади Восстания. Мозорский лицеи строителей, к примеру, привез на ярмарку дачную мебель из дерева. Жлобинский лицеи сферы обслуживания – меховые изделия. Можно было приобрести на ярмарке и постельное белье, и кухонные принадлежности, и даже мангалы. Берут мелочь, берут в основном разделочные доски, лопаточки берут, интересуются мангалами, скамеечки. Все, что для дачи, для быта. Мы анализируем рынок, и поэтому стараемся максимально сделать изделия те, что нужно людям. Ну и торгуем как можно дешевле, для того, чтобы и нам было прибыльно, и народ, город Гомель, повеселить. Что-то люди пришли, приобрели. Если нужного размера или цвета на ярмарке не нашлось, можно было прицениться и взять контакты мастеров, чтобы после ярмарки обратиться в колледж, где по вашим запросам изготовят изделия в любое время. Кроме того, учреждения образования торговали свежими овощами и фруктами. А Гомельский аграрно-технический лицей предлагал саженцы садовых растений – тую, плющ и можжевельник. Каждый год для оформления подворья колледжи выбирают единую тематику. В этом году тематика яблочный фест. Вы все прекрасно знаете, что урожай яблок богатый в этом году в нашей стране. Для учреждения образования польза идет, во-первых, это выручка, реализация продукции. Естественно, у сельскохозяйственных предприятий больше выручка получается. У тех, кто готовит непродовольственные товары на продажу, выручка немного меньше. Но кроме материальной выгоды, есть еще выгода профориентационная работа. Это обмен опытом, потому что нечасто учреждениям образования удается собраться в всей области, посмотреть, какие новые наработки у других. Концертную программу яблочного феста также подготовили учреждения образования, творческие коллективы педагогических колледжей области. От сельскохозяйственных ярмарок покупатели ждут отличного ассортимента, высокого качества отечественных товаров и, конечно, адекватной стоимости. Кроме плодово-овощной продукции в точках торговли можно было найти свежую рыбу, мясомолочные продукты, мед, ягоды, орехи и грибы, а также кондитерские изделия. Цены на картошку начинаются от 30 копеек за килограмм. Лук и капусту предлагают по 50. 60 копеек просят за килограмм моркови или свеклы. Яблоки предлагают по 70 копеек. Знающие покупатели не забывают поторговаться, а некоторые продавцы в качестве бонуса предлагают бесплатную доставку продуктов до дома. За полтора месяца в ярмарочной торговле по всей области приняло участие более 2000 продавцов. Если организация, фермерское хозяйство или физическое лицо хочет принять участие в сельскохозяйственной ярмарке, ему необходимо обратиться в районный исполнительный комитет или в Гомельский городской исполнительный комитет по месту проведения ярмарки. На сельскохозяйственных ярмарках реализовано порядка 2600 тонн сельскохозяйственной продукции. Общий товарооборот составил 1,9 миллиона рублей. По окончанию сельскохозяйственных ярмарок при наличии благоприятных погодных условиях их проведение будет продлено и в ноябре месяце. Сегодня ярмарки проходят практически круглый год. Меняется только тематика. Сельскохозяйственную торговлю сменит новогодняя. Весной люди поспешат за рассады и молодыми саженцами. А летом горожане будут радоваться первым ягодам и овощам и собирать детей в школу. Анна Корольчук, Евгений Макеенко, Василий Осипцов. Новости недели. Ежедневные тренировки по нормативам спортивного многоборья. Победа, посвященная родным, и клятва навсегда оставаться верным избранному делу. В Гомеле сотрудники Министерства внутренних дел прошли квалификационные испытания на право ношения черного берета. От тех, кто доказал свое право быть элитой милиции, репортаж Натальи Каприленко. Специальные испытания среди сотрудников органов внутренних дел на право ношения черного берета, как правило, проводятся каждые полгода. На осеннюю квалификацию подали заявки шесть претендентов, двое сотрудников департамента исполнения наказания и сотрудник патрульно-постовой службы. Не прошли первый этап испытания – физическую и медицинскую подготовку. На основной этап – марш-бросок по пересеченной местности, стрельбу и контактные бои – прибыли трое бойцов отряда милиции особого назначения. Сотрудник очень быстро перемещается с одного рубежа на другой рубеж, то есть физическая подготовка, потом быстро на тактическую медицину, потом на марш-бросок, потом на огневую. Это настолько динамично. Физически он готов, а уже непосредственно психологически, где-то он переговорил, переволновался, не подготовил экипировочку. Это все быстро-быстро и не справляется. Как такового сложного этапа нет. Сложные этапы – все. Надо самое главное – справиться с собой. Победишь себя – будешь непобедим. Бойцов ждал кросс длиной 8 километров. Бежать по правилам необходимо с автоматом и снаряжением газодымовой защиты на пути так называемой «ловушки». Это участки с огневыми препятствиями. Отвлекали внимание бойцов и усложняли ситуацию, произвольные взрывы и выстрелы с разных сторон. Один из бойцов пройти этот этап не смог. Обычно причиной для признания поражения считается большое отставание на маршруте. Давай, 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 давай. И вот подшумные возгласы друзей и коллег. Двоих претендентов на черный берет встречают на очередном этапе – в стрелковом рубеже. Здесь расчет на то, что человек порядком вымотался, и бойцу понадобится дополнительная концентрация для попадания в цель. Но каждый из бойцов справляется с поставленной задачей. И вот они уже не коллеги по испытанию, а соперники в спарринге по рукопашному бою. Только одним поединком квалификация на черный берет не заканчивается. Каждый из бойцов выдерживает еще по два спарринга с теми, кто не участвовал в испытаниях. Финал очень эмоциональный, а главное – результативный. Это парни, которые отучились в учебном центре МВД Республики Беларусь. Мы их подбирали сами. Они пришли на общих основаниях из числа гражданской молодежи. Парни доказали мужественность свою, свое чувство стремления, свое чувство воли к победе. Один из победителей – Иван Москалев. Еще не осознал, что отстоял свой заветный черный берет. Первое, что вырывается у него на камеру – очень хочет передать привет своей маме, которую давно не видел. Мама, передай привет. Я тебя люблю. Ты мне на самом деле лучше. Сейчас на бои уходил. Такое ощущение было, когда у армии часто в боях тоже. Ну, бралось такое, адреналин берет. И думаешь, по сравнению с боями марш показался раем. Думаешь, как бы еще чуть-чуть пройдет подышка, только не опускай ты рук, братишка. Еще один победитель – Евгений Ребиков. Долгое время занимался вольной борьбой. Был даже членом национальной команды. Однако теперь нисколько не жалеет, что оставил спортивную карьеру и стал работать в милиции. После вольной борьбы так сложилось. Пришлось работать. Выбрал вот это подразделение, так как считаю, что это очень достойно. И я горжусь, что именно меня сюда взяли. Я прошел все эти испытания. Для меня это очень, как говорится, серьезно и достойно. Сейчас младшие сержанты, победители испытаний могут по праву считаться элитой милиции и даже помогать тренироваться тем, кто может и больше времени служить в структуре, но не имеет черного берета. Наталья Каприленко, Валерий Гопанько. Новости недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскрыть индивидуальный характер человека, глубину души со всеми радостями и переживаниями. Именно такую цель преследует выставка «Люди Литвы», которая открылась в картинной галерее Гаврила Ващенко. Здесь представлены уникальные творческие работы известного литовского фотографа Антануса Суткуса. Он является настоящим мэтром фотодела и одним из самых знаменитых мастеров своей страны. Его творчество высоко оценивается и экспонируется в престижных галереях по всему миру. В Гомеле проект реализован при поддержке посольства Литовской республики в Республике Беларусь. Антанус Суткус – один из наиболее выдающихся представителей гуманистической фотографии в Европе и мире, который в свое время заложил основу Литовской фотографической школы. В Гомеле под работой автора отведены три выставочных зала галереи. Все снимки объединены в фотографический цикл «Люди Литвы». На них сельчане и горожане, художники и политики, дети и пожилые люди, пережившие ужасы войны. Представленные фотографии создавались в 60-х-80-х годах прошлого века. Они отражают самые искренние чувства и эмоции своих персонажей и несут особую людскую энергетику. А на сцене Дворца культуры железнодорожников на уходящей неделе состоялась долгожданная концертная программа «Тенориссими». Это масштабный международный проект Гомельской областной филармонии с участием знаменитых артистов России, Израиля и Украины. В сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского приглашенные маэстро исполнили проникновенные музыкальные произведения на самых разных языках. Однако они не требовали перевода, так как воспринимались душой и сердцем. А тем временем симфонический оркестр города Гомеля отпраздновал 30-летний юбилей. Со сцены общественно-культурного центра звучал джаз, классика, советская и современная эстрада. Казалось, в этот по-особенному торжественный вечер гомельские музыканты стремились продемонстрировать все грани своего таланта. К слову, яркими вокальными и хореографическими номерами зрителей порадовали и приглашенные столичные артисты, покорившие сердца тысяч музыкальных гурманов по всему миру. Чем порадует следующая неделя, расскажем прямо сейчас. В Гомельском областном драматическом театре состоится премьера спектакля «Мужчинам вход запрещен». Зрителей ждет искрометная комедия о железных леди, абсолютно не похожих друг на друга, со своими скелетами в шкафу. Шесть прекрасных представительниц слабого пола, но сильных духом обсудят наболевшие злободневные вопросы, не поддающиеся мужскому пониманию. Жанр спектакля «Женские откровения» на Нью-Йоркском чердаке. Возрастной цен с постановки 18+. А тем временем на сцене Дворца культуры Мозырского НПЗ состоится спектакль «Руанская дева». Он пройдет в исполнении талантливых артистов Народного молодежного театра «Легион». На сцене будут кипеть страсти и эмоции, переплетутся пространства реальности и сна. Спектакль рассчитан на зрителей 18+. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова